Всем привет, мои хорошие! И с вами я, Светлана. Да, где я сейчас нахожусь? На набережной. Сижу, занимаюсь спортом, как будто сама с вами разговариваю. Такая ситуация произошла. Сегодня я решила пойти на зумбу. Мне понравился коллектив, на фестивале я была поражена их выступлениями, решила попробовать себя в этой фитнес. Ну вот мы пошли и пришли неудачно. Вчера, оказывается, было, я перепутала. И вот такие друзья мои хорошие. Подняла мужа, сама легла поздно, стала рано, еле-еле пришла и неудачно. Ну, что я хочу сказать. Я муж все заплатил. Хочу рассказать вам, что им надо иметь лучшее в Турции, если не карта, если имеется у вашего мужа, не нужно ни гражданства, ничего. Но вы можете заплатить только 48 лир, два раза в неделю, по часу занятий. Я решила, после неудачного похода сегодня на зумбу, я решила, а то я тут сумочка приготовила. Сумочка у меня в Викторию Секретт в Батуми привезла. Такая прелесть. Вообще все Викторию Секретт у меня было в последнее время. Так я вот решила, решила выйти на набережную и начать новую страницу своей жизни, спортивную. Перестать сидеть сутками возле компьютера и заняться здоровым образом жизни, мои хорошие. Так вот, мои друзья, я сейчас вот нахожусь в такой красоте. Погода прекрасная, все занимаются спортом. И я тоже, в том числе, вот так я занимаюсь спортом, катаюсь. Ну, я даю слово. Когда я даю слово, я его выполняю. Каждое утро я потуху на набережной, потому что, действительно, я раньше занималась спортом и потеряла очень многое. Вот такая вот Марина. Видите, как далеко я дошла? Как-нибудь надо мне попасть туда днем, показать вам. Спорт мой на фитнес-клубе «Зумба» не удался сегодня. Ну, ничего, я начала с сегодняшнего дня прогулки по набережной. Буду брать себя в руки, ложиться рано и вставать рано. Ну, жизнь начинаю с нового листа. Мои хорошие, вы знаете, куда я забрела? Марину, яхт-клуб «Марину». Вот, только что провела прямой эфир в инстаграме, мой первый прямой эфир. А сейчас я хочу показать вам такую спортсменку, как я, неудачную спортсменку. Загуляла. Это где-то 40-50 минут быстрой ходьбы от меня. Ну, я вам обещала давно показать Марину, в моих видео вы видели в ночное время и не увидели этой красоты. И я решила дойти до Марины, прийти сюда и снять вам всю красоту. Сейчас здесь не так, посмотрите сами, не так переполнено, потому что люди только начинают открывать свои магазины, в кафе все убирают, готовят. Ну, вы как догадались, это торговый центр, очень красивый, но я его не буду вам показывать. Я вам покажу все самое красивое. Переверну сейчас камеру и ждите. Вот такой яхт-клуб. Сколько яхт у нас здесь? Немало. Их можно взять в аренду, есть и частные, конечно, есть и на прокат. Такой шум издают, потому что немножко сегодня ветреная погода, хотя и очень тепло, вы сами увидели. Там кафешки, здесь ресторанчики. Куда мне забрело сегодня с утра? Сейчас я попытаюсь посмотреть там дальше пройти, показать вам интересную часть. Я вот подошла поближе. Он очень объемный, этот яхт-клуб. Прямо зашла на территорию ресторана, чтобы показать вам его. Люди приходят в кафе, завтракают. Ну, а я начала, хотела купить себе что-нибудь поесть, а потом думала, нет. С сегодняшнего дня строгий режим, чтобы в понедельник прийти на зумбу в форме. Так вот, пошли дальше. Как я вам раньше и говорила, Марина, европейская жизнь. Так все красиво, так все стильно, красивые кафешки. Много туристов. Здесь как раз можно увидеть туристов, кто приезжает, гостей Мерсина. По городу, может, их так не встретишь, в моем районе. Разные брендовые магазины. Ну, а самое главное – море. Посмотрите, какое море. Какое блаженство и благодать. Представляете, сегодня я первый раз ушла так далеко без моего мужа, без моего Ашкыма. Ну, а что не сделаешь ради моих друзей? Хочется иногда и самой походить по Мерсину. Кругом европейская музыка. И нескончаемое кафе. Кругом зелень, видите, как все. Очень красиво, друзья мои, Марине. Кто приехал в Мерсин, обязательно должны побывать в Марине. Говорит, все занимаются уборкой. Вот так вот красота такая. Я сюда никогда не заходила. Представляете? Все это делаю сейчас впервые с вами. Здесь уже поменьше эти яхтки. Мне интересно, до конца дойду. Такая бухточка и вот здесь эти яхточки. А сейчас подойду поближе. И вот так покажу рестораны, где я сейчас обходила. А там Мерсина. Не правда ли красиво? Насколько территория Марины огромна. Здесь мелкие лодки и рыбацкие, наверное. Я поражена, потому что я здесь не была. Марина была для меня в начале, а это продолжается и продолжается. Я прошла вглубь. И вот что написано, что здесь есть. Выход, рестораны, спортивный салон, бассейны. О, плавательные, в ту сторону все. Короче, стиральная чамаширханы. Господи, где это стирают белье? Как называется это? Господи, русский язык забыла. Вообще, посмотрите, какой огромный. Ну, а это я вернулась в начале, где главный вход в Марину. Вот отсюда я вошла, и все входят, но он очень огромный. И там дальше еще есть все. Не знаю, показать вам, не показать. Можете не смотреть, но в принципе не видели. Главное, знаете, что мне нравится, что европейская музыка в кафе. Кстати, знаете, что еще хочу сказать вам, что я заметила. Там в ресторанах, вот в Марине, рестораны такие, водка, виски, раки. Все, здесь и алкогольные напитки. Потому что не в каждом ресторане в городе Мерсина есть. Можно выпить или заказать спиртные напитки, только выборочных. Ну, вот в Марине есть такие рестораны. Ну, а здесь разные брендовые магазины. И Микрос, конечно, есть и все. И снова я все иду по набережной и снова кафе. Хочу выйти посмотреть, что там дальше. Вот так вижу еще яхты здесь все, но посмотреть, что дальше. Ну, это тупик. Дальше выхода нет по набережной. Здесь, я вижу, строят здесь яхты, наверное, ремонтируют. Ну, вот я вышла на другой конец Марины. Вот так вот она выглядит. Здесь еще магазины, магазины, магазины. Очень много магазинов. Нескончаемое число магазинов. Я хочу показать, где аттракционы детские. В ту часть хочу пройти. Ну, а также на территории Марины кинотеатр. Ну, а это мои хорошие аттракционы. Вы сами видите, сейчас они стоят. Ну, в вечернее время они все работают. Здесь шумно светится, блестит, сверкает все. Красота. Для деток рай. Такой вход здесь. И вот сюда проходить надо внутрь, вовнутрь. Попадете на аттракционы. И вот я опять во внутренней части и закругляю свой репортаж. Заканчиваю свое видео о прекрасном центре Марины. Мои хорошие. Надеюсь, вам понравилось видео. Ставьте лайк и пишите комментарии. Подписывайтесь на мой канал. С вами была Светлана Ата и Марина. До свидания. До свидания. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok